Книга пророка Михея. Глава первая. Слово Господне, которое было к Михею, Марасфитину во дни Иофама, Ахаза и Изекии царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте, все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развален в поле, местом для разведения винограда. Незрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем. И всех идолов ее придам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать. Буду ходить, как ограбленный и обнаженный. Выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезнь на поражение ее. Дошло до Иуды, достигло даже доворот народа моего. Да и Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе. Не плачьте там громко. Но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира. Срамно обнаженные. Не убежит и живущие в Цаане. Плач в селении и цель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Морофы. Ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лохиса. Ты начала греха через Сионовой. Ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Морешеф-Геф. Но селение Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе жительница Мореша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы. Острегись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла. Ибо они переселены будут от тебя. Глава вторая Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. «Посему так говорит Господь. Вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить. Мы совершенно разорены. Удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменниками. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки! Не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова! Разве умолился дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно и отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, «Я буду проповедовать тебе о вине Исикере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа». «Непременно соберу всего тебя, Иаков. Непременно соединю остатки Израиля. Совокуплю их воедино, как овец в осоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды. Войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова